Сейчас я почему-то был уверен, что ко мне, как к атеисту, присоединится огромное количество мыслящих людей, и вот почему. Потому что у меня возникает два вопроса, вернее, один-двуединый вопрос. Бог-участник или Бог-наблюдатель? Если мы возьмем вариант участия, то это будет ужасная оценка по поведению, самая низкая, то есть последний человек в классе. А если он наблюдатель, наблюдает и при всем своем всесиле не может даже мизинцем пошевельнуть, то это еще хуже. Поэтому и тот, и другой вариант для меня недопустим. Поэтому я очень тяжело переживаю свой атеизм, потому что вместе с атеизмом пришло абсолютное знание о смерти, которое неименуемо и которое невозвратно. Со смертью мозг умирает телом. Когда-то, я сейчас просто закончу свою вот эту мысль, когда началась перестройка, или перед самой перестройкой еще, я очень хорошо понял, что с моральным кодексом строителя коммунизма не только ничего не выйдет, но каждая попытка будет смерти подобна. Потому что другого пути нет. Потому что в самой идее коммунизма заключены такие ужасы, и особенно в идеях Ленина, который создал на земле фашизм. Практически это первый нацист. Страшную вещь сейчас говорю, но попробую обосновать это. Помните, Ленин, первый декрет, один из первых. Поймать, судить, а потом расстрелять. Вот она, формула фашизма. Потому что отменяется римское право. Он посмел взять на себя юрист, юрист-интеллигент из дворянской семьи, посмел взять на себя право на всю страну отменить презумпцию невиновности. Страна, в которой нет презумпции невиновности, абсолютно бандитская, террористическая и смертная, обреченная. Но перед этим она за собой тянет огромное количество людей. И когда я подумал о том, что прошло после этого страшного человека сто лет, и сейчас повторяется та же история, только на более страшном уровне, я понял в который раз, что вера, любая вера, она смертеподобна. Она смертельна. Вот у меня к вам такой первый вопрос. Нет ли каких-то в природе самого христианства моментов, которые приводят христианство, как и социализм и как и коммунизм, приводят его к смерти, к убийству человеком человека. То есть вместо того, чтобы возлюбить всех, целовать всех, обнимать всех, говорить радостные вещи, как я это делал 50 лет со сцены. Понимаете, я же не случайно придумал, что я не скрипач только, что я лектор-музыковед. Ужасно звучит, но я придумал, что при помощи музыки можно спасти ни Бога, которого никто не видел, не видит, ни при котором говорят со сплошной ужасой. Понимаете, я решил, что я смогу это сделать. У меня есть все данные. Голос, эмоции, мысли, артистическая сила. У меня полный зал и в любой стране мира. Понимаете, когда я вижу пустые места, для меня просто оскорбительно. Я пытаюсь понять, что я сделал в прошлом году в этой стране или в этом городе, что сегодня не пришло 5 человек, а где-то же а та же. Потому что я понял многие вещи. И вот случилось такое, когда вот начались эти все войны, и вот только что, и вот это то, что сейчас в Израиле произошло и так далее. То есть я понял, что Бога не может быть, и что многие люди из верующих должны, подумав, превратиться в атеистов. Почему? Потому что жизнь недетерминирована. Потому что мы зависим от любого преступника, от любого тирана, от любого стечения обстоятельств. А Бог либо наблюдает, либо, что еще страшнее, участвует во всем этом. Вот так. Защитите от меня, от моего атеизма. Помогите мне. Я ведь не пытаюсь вас убедить в том, что Бога нет. Я просто рассказываю о том, какой путь я прошел. Более того, в 70-е, 80-е годы, давая концерты на полные залы, я очень много стал говорить о Боге. В 70-е не так много за это мы могли посадить и в психушку отвезти. А вот в 80-е, когда уже не было так страшно, я в каждом концерте позитивно упоминал Нагорную проповедь, приводил примеры. То есть я был как проповедник. Я проповедовал музыку и Бога, и его заветы, его идеи, его поведение, его реакции, его освобождение женщины, которую не побили камнями, его умнейшая идея с Динарием Кесаря. То есть я показывал, смотрите, какой умища, какой гений, какой божественный, какой умный, как тонко и так далее. И вот меня вызывали во все, как вы понимаете, инстанции, включая Комитет государственной безопасности. И угрожали. Еще один Бог со сцены, и тебя мы зажжем кислотой. Я, несмотря ни на что, так это и делал. И даже более того, прочел со сцены такое свое стихотворение из цикла своего, когда-то написанного, Иисус Христос. Я вам сейчас его прочту, оно коротенькое, одно из них только. Значит, эпиграф. Если Бога нет, его надо выдумать. Вольтер. И стихи. Показали, где происходило распятие. Говорят, не осталось следов на песке. Успокоиться, вытереть слезы, искать их. В море, в линиях, в лицах, на сгнившей доске, в звуках баха, в иконах Рублева, в закатах, в поцелуях, в работе. Летать и копать. В храмах, ямах, на крышах домишек покатых. Убедиться, что нет их. И все же искать. Вот теперь подумайте, что нужно было сделать с этим человеком, чтобы он от этого пришел к абсолютному атеизму, к невозможности смотреть на этих людей, которые хоть что-то проповедуют. Вот я стал как Пушкин. Ведь Пушкин не просто был атеистом. Он ненавидел попов, понимаете? Он действительно ненавидел. И я могу это доказать, потому что две-три строчки, где он боялся Святейшего Синода, где он боялся Церковного Синода больше, чем Царского, потому что это был страшный Синод тогда, самый страшный. Там любая фраза могла трактоваться как Бога уничтожения и так далее. Пушкин их очень боялся. И вот сегодня же цепляются за буквально несколько стихов и несколько фраз и доказывают изо всех сил. Но ведь доказательство-то другое, когда Гоголь умирал, его духовник сидел перед ним и говорил, прокляни Пушкина. Ты не можешь умереть, пока не проклянешь Пушкина. Я думаю, что этот знаменитейший человек в России, священник, хорошо знал, почему нужно проклясть Пушкина, почему он хотел спасти душу Гоголя. И это правда. Об этом сейчас тоже не говорят. Пользуются неграмотностью, нечитанностью людей, неначитностью. Мы не самая читающая страна мира. Мы самая нечитающая на самом деле. А если читающая что-то, то не понимающая, что мы читаем. Это я гарантирую вам. Я читаю ваши тексты вот на радиостанции «Свобода», да? Чудесные тексты, умные тексты, глубокие тексты, непримитивные, немасленные, понимаете? И понимаю, что эти тексты воспримет, ну, Михаил Аркадьев, Юлия Пикалова. Понимаете, это тексты для них. Я восприму, с чем-то поспорю, чему-то поздравлю, в чем-то, да? Чему-то порадуюсь вас, потому что вы человек, безусловно, неординарный. Вы единственный, кого я, почему я вас выбрал, потому что, ну, я говорил со многими людьми вашей профессии, или, точнее, не вашей профессии, а той профессии, да? И я удивлялся их глупости. Я просто удивлялся их глупости. Более того, более того, я ехал в шведском поезде, сидела женщина-священница, только что окончила семинарию, ехала в свою церковь, в свой приход. Я с ней завел разговор. Что так? Она мне говорит, потому что так написано в Святом Писании. Через некоторое время говорю, а вот это, а вот это. Вдруг вижу, что у нее мозги-то не шевелятся. Она будет ровно то, что надо читать, когда придет, наденет сутану поверх джинсов, да? И они так делают. На велосипеде приезжают, женщина-священница приезжает на велосипеде, надевает сверху сутану. Ее дело, господи, она такой же свободный человек, как и все. Вот. И говорит, сегодня у нас такие-то псалмы, вот, а потом Михаил Казиник будет играть на скрипке. Вот это вся ее работа. Она вместе со всеми проговорит псалмы, пропоет с органистом. Все, потом дело за Михаилом Казиником. Вот. И так далее. Вот это религия в Швеции. Понимаете? Но самое главное, что когда я хотел поговорить с этой девочкой, получившей высшее образование в области религии, то я, понимаете, наткнулся на то, что это так, потому что это написано. Я тогда говорю, скажите, вы на самом деле в глубине души коммунистка? Потому что коммунисты говорят, это так, потому что так сказал Маркс. А Маркс такой был негодник, умный, талантливый, но негодяй, страшный. Ему нельзя верить вообще ни в чем. Ну ладно, Маркс. Маркс не осмелился сказать поймать, судить и расстрелять. Маркс все-таки знал, что есть презумпция невидомности, и что нельзя наступать на краеугольные камни цивилизации. Ленин начал с того, что он наступил, с высылки великих людей, практически уничтожение генофонда. Он хорошо понимал, и я не могу не сказать, что если Бога нет, то сатана точно есть. Понимаете, потому что Ленин это стопроцентный сатана. Его государство ласкало. Его выпустили за границу даже когда его брат стрелял в императора. Понимаете, с ним возились, с ним нянчились и отправили его куда, в Шушенское. И все, кто интересуется, узнают, как этот страшный человек с женой жил в Шушенском. Да ни одного курорта такого сейчас нет в Советском Союзе, в его родине, которую он построил в коммунистической. Как Ленин жил в Шушенском. Как он питался, как он охотился, как он одевался, как одевал свою жену, как он дружил и общался и с другими революционерами и так далее. Вот у меня к вам вопрос, чтобы у меня не получился монолог. У меня к вам вопрос. Помогите мне разобраться. Просто поговорите на эту тему. На эту тему. Если о существенном. С оценкой Ленина абсолютно согласен. И у меня о нем набралась большая книга, именно как о, может быть, величайшем преступнике в истории человечества. Потому что он реализовал тоталитаризм. Тоталитаризм – это не фашизм, это намного хуже. И тогда мой встречный вопрос такой. Вы хотите, чтобы Бог был тоталитарным лидером и чтобы мы жили в тоталитарной вселенной? Если вы этого хотите, тогда вы же этого не хотите. А если Бог не Ленин, то он предпочтет погибнуть сам, но никого за шкирку в небеса не тащить. И в этом смысле я довольно жестко скажу, что вы живете при социализме, если вы в Швеции сейчас. В СССР не было ни советской власти, ни союза, была империя. Вместо советской власти была диктатура генсека. Не было социализма. И точно так же не было коммунизма, это само собой понятно. Но точно так же то, что вас возмущает в вере, это совершенно не вера. Это госвера. И вот вы мне рассказали, я слегка загрустил, а потом приободрился. Потому что, значит, дело не в том, что я в России. Потому что то, что вы описываете, это болезнь царя Медаса. Царь Медас превращал в золото, как известно, все, к чему превращался. Вот из кого бы не вышел скрипач. А государство превращает в золото религию. И если у нас, вот я же тоже крестился в 74-м. И мне было хорошо, потому что религия была гонимая. Ну, что там они едят икру. В Кремле меня не волновало. Вот. Но в 80-е мне и отцу Александру Меневу, в приходе у которого я был, было хуже. Потому что таскали на допросы активно. Его, в конце концов, зарубили ГБшники. А вам было чуть-чуть получше. Но самое плохое – это последние 30 лет, когда Кремль сделал ставку на православие вместо марксизма. И он озолотил московскую патриархию. И она стала вот золотой бабой. Золотой дурой, страшной, отвращающей от Бога. Но при чем здесь Господь Иисус, я не очень понимаю. Потому что он и сейчас здесь, ну, и, конечно, его распинают в Кремле. Те, кто начал войну в Украине, все это антихристианские поступки. Вот. А Христос, он такой же для меня сегодня, какой был в 74-м году. И Дух Святой тот же. Если о Боге судить по материальному, то, конечно, ну, его пусть идет лесом. Но Бога надо судить по Богу. Вот. Я же нашел Бога. Не я искал Бога, он меня нашел. Я был атеист. Вот. Он меня нашел и не отпускает. Я ему говорю, а вот как же быть Путином православным? Ну, а Бог, вот видите, он ничего в лоб не говорит. Вот. Но он как-то так организует жизнь, что это теряет значение. Но мало ли кто был православным. Константин Великий, тиран, ну, был тоже православный. Ну, вы понимаете, все-таки смысл бытия – Бог не свидетель, Бог не участник, Бог творец. Это означает, что он отвечает творчески. Он не понятой. Он не служба скорой помощи, он не пожарный. Он не наемный и не наемный рабочий. Он не наемный рабочий. Он тот, ну, как сказать, если вот брать… Хорошо. А если я назову Бога камертоном бытия, вы поймете, о чем речь, что я имею в виду? Конечно, пойму. Но не соглашусь. Можно я сейчас пока немножко выскажу по поводу того, что вы сказали? Хочу сразу, мой дорогой Яков, сказать, что в Швеции никакого социализма нет. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокацию. Швеция – самая капиталистическая страна мира. Куда более капиталистическая, чем многие другие страны. Значит, когда у Маркса спросили, если от вашего учения ничего не останется, то что останется? Все-таки что? Маркс очень точно ответил. Он сказал, останется абсолютное неприятие частной собственности на средства производства. Это главный признак социализма. Так вот, в Швеции все принадлежит частным лицам. Все принадлежит корпорациям. Все принадлежит объединениям. В Швеции даже железная дорога частная. А наше метро купили китайцы. И эта группа китайцев, которая сделала стоимость проезда метро в Стокгольме, сейчас не поверите, 5 евро. Нравится? В одну сторону, до соседней станции. Вот до соседней станции у меня есть два варианта. Пройти километр, естественно, я пройду. Или сесть в поезд, заплатить 5 евро. Там поесть на соседней станции и вернуться назад. И так я заплачу 10 евро. А стоимость еды, которую я съем, будет тоже 10 евро. Вот смотрите, какая экономика. Это что, капиталистическая экономика? Вы шутите? А такая система налогов, при которой невыгодно зарабатывать больше денег, чем вы хотели бы. Потому что вы доработаете, скажем, миллион крон в год. Если вы заработаете миллион пятьсот тысяч, то пятьсот тысяч вас заберут вместе с налогом с миллиона. Понимаете? Потому что прогрессивный налог такой сумасшедший, шизоидный. И по всем показателям Швеция абсолютно не социалистическая страна. Сейчас, за короткое время, в связи с войной, у нас цены поднялись в два раза. А цены на бензин почти в три раза. Как вы думаете, шведы протестуют, если это социалистическое общество? Нет. Никакого протеста. Правительство понимает, что что-то не то. Если я раньше шел с пятисоткроновой бумажкой и накупал на неделю продуктов, то сейчас я за пятьсот крон куплю две-три штуки в пакетик. И все. То есть случилось невероятно. Шведские деньги обесценились. Инфляция полнейшая. И все зарплаты, и все деньги, которые были, абсолютно не социалистическое. Все, что принадлежит государству, это только оборона. И все. Только оборона. Но благодаря тому, что оборона принадлежит государству, знаете, какова зарплата майора шведской армии? Не поверите сейчас. Две тысячи долларов всего. Сегодня в Швеции две тысячи долларов получает только уборщица. Низкой категории. И то, если она работает в двух школах, убирая, то она получит три тысячи долларов. А майор, хоть делай все, что угодно. Хоть прыгай на голове. Хоть руби все деревья. Больше вот этой суммы. Двадцать тысяч крон. Теперь высчитайте налог из них. И узнаете, сколько стоит. А квартира у него стоит. Ты еще должен заплатить за квартиру двенадцать. А все остальное налог. И что у него остается? Вот многих обманывают. Говорят, ой, сколько в Швеции зарплата. Вы узнаете зарплату после налога. И после квартплаты. И после стоимости стоянки машины. И после телефона. После всего. Вот тогда вы узнаете, что швед живет на такую же в результате сумму, сколько, ну я не буду говорить про Тамбов или Тульск, про Москву. Сколько остается у нормального работающего в Москве? Триста долларов на жизнь. Вот понимаете? Поэтому никакого. Пожалуйста, оставьте эту сказку про социализм. Оставьте. Никакого социализма в Швеции нет. Это очень точная страна. Единственное, что в Швеции есть, это очень высокий уровень социальной защиты. Почему? Потому что если я, вот у меня столько-то денег на счету и в руках, а мне нужно платить больше, я обращаюсь в социальную службу. Социальная служба проверяет, что это так, и доплачивает мне. Тут же. То есть никто не может не заплатить за квартиру. Поэтому социальная служба, она выплачивает недостающие деньги. В конечном итоге, когда я пенсионер сейчас и получаю совсем маленькую пенсию, поскольку я не проработал в Швеции 40 лет, и моя жена не проработала в Швеции 40 лет, и мы, сколько бы мы ни работали все эти годы, 30 лет, мы не получим больше так называемой народной пенсии. Народная пенсия моя – это половина стоимости квартиры месячной всего лишь. Вы скажете, а почему мне тогда недоплачивают? Только по одной причине, что я всю свою жизнь очень серьезно работал, был высокооплачиваемым, написал 8 книг, которые вышли тиражом больше в общей службе, больше миллиона экземпляров. У меня были хорошие контракты. Я знаю, что вы писатель, и у вас чудесные книги. Я почитал ваши детские книги, они, там есть прям маленькие принцы у вас, ваши шедевры есть, вот, причем особенно на уровне притч. На уровне притч ваши книжки чудесные. И почему вы так договаривались с редакциями, что написав столько книг, вы не являетесь достаточно богатым человеком, чтобы позволить куда угодно ехать и так далее, и так далее. Вас просто покупали по какой-то странной цене, потому что я смотрел, что одна ваша книга сейчас стоит 1800 рублей. Вот одна только книга. Даю справку. Михаил, дорогой, вы спутали меня с моим старшим братом. У меня есть старший в 45-м возрасте, и он замечательный детский писатель. Но я вас заверяю, такой же нищий московский интеллигент, как и я. А, вот так. И дело не в том, что не выводные договора, а дело в том, что, ну, в общем, Россия есть Россия. Но когда я говорю социализм, я имею в виду именно то, что вы описали как твердая социальная защита. Потому что социализм – это не то, кому принадлежит станок или дирижерская палочка. Социализм – это солидарность, это социум, это связь в несчастье. То, что вы описали, называется у католиков в католическом богословии принцип субсидиарности. От слова субсидия. То есть, вот я делаю то, что я могу. Вот, если я не могу, я обращаюсь за помощью к жене, и жена мне делает субсидию. Ну, там, скажем, в лицу. Вот, если мы с женой чего-то не можем, мы обращаемся за помощью, ну, там, скажем, к нашим сыновьям. И они нам делают субсидию, там, подарили кресло-качалку. Вот, все, что можно, делается снизу, а наружу по мере надобности. Значит, вот операция раковая, тогда вы обращаетесь к государству или доплата к квартире. Государство дает субсидии, но это же не государственные деньги, государству нет. Это тот самый прогрессивный налог. И Бог – это наша субсидия. Я ежеминутно прошу Его о любви, чтобы Он меня научил любить. Но не о яичнице, это жена сделает. Вот, а просить Бога, чтобы Он вмешивался в политику, в экономику, в отношения между людьми, означает перелагать на Бога то, что мы можем сделать. Мы люди, мы это можем и должны сделать. Иначе мы превратимся в пингвинов, а Господь будет таким полярником, который нас будет пасти. Зачем это надо? Вот, значит, человек создан творить сам, а не быть иждивенцем. Вот, и мы, ну, кто, собственно, главный в истории Швеции? Два великих героя литературных – Гамлет и Карлсон. Я думаю, их надо совместить. Карлсон – это Гамлет, который уже, значит, обзавелся мотором. Вот, это Гамлет, который поднимается к небу, к небу, к Богу, потому что на земле он все, что мог, сделал. Теперь осталось… Ну, знаете, только когда я вас приглашу в Швецию, только не говорите шведам о том, что Карлсон, как и Гамлет. Шведы меньше всего из всех книг Астрид Лингрен любят Карлсона. Они считают его ужасным и считают, что Астрид Лингрен поступила крайне непедагогично, написав такой образ, в который надо влюбиться, потому что он съедает все тефтельки у малыша. Все. А тефтельки – это любимое блюдо, мясные булочки так называемые, любимое блюдо. Он все съедает, а потом говорит, что у него миллион тефтелек. Он говорит малышу, что у него тысячи петухов там на крыше, а потом оказывается один очень одинокий петух. Он хвастливый. Он говорит, что он самый лучший мужчина на свете, мужчина в самом рассвете сил. Он все время, как это, дома управительца называют домом мучительницы, бедный Фрейкенбок. Это старушечка, над которой он издевается, как только может. В общем, он эгоист, понимаете, он эгоист. Он ведет себя все время плохо, по-хулигански. И потом бросает малыша в тот момент, когда нужно отвечать за все пакости, за паровую машину, за все, что он испортил. И улетает. Родители приходят, а где? Малыш говорит, вот, познакомились с Карценом. А Карсона-то нет. Он избегает любых видов знакомств, когда он пакостник. Вот поэтому шведы его не любят. Они любят Пеппи Лонгструм, «Глинный чужелок». Они любят Ронни. Они любят «Мио, мой мио». Это одно из самых трогательных творений во всей мировой детской литературе. Они учатся плакать и любить, когда они читают «Мио, мой мио». Действительно потрясающая книга. Понимаете? Поэтому Карсон как раз ни при чем. Но я хочу вернуть немножко к этой идее нас с вами. Мне много пишут. И в том числе пишут о том, вот почему евреи не христиане. Они отдали нам Бога, Христа, а сами не христиане. Почему евреи не стали принимать христианство, а остались в иудаизме. И тогда я задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто были первыми христианами? А Карсане не знают. Они не знают, что первыми христианами были евреи и никто другой. И что они шли тайно, тайно от Константина, от правителей по Апиевой дороге. И залезали в катакомбы. И в катакомбах они молились вначале Ягненку. Люди же ничего не знают по-настоящему. А Ягненок – это Агнец. Агнец и Ягненка приносили в жертву. Вот они воспринимали вот этого Агнца Божьего как принесенного в жертву. И они ему молились. А потом они поставили фигуру человека и на него, на плечо ему посадили еще Ягненка. Потому что сначала были только Ягнята, потом Ягненок на плече. И все это называлось Агнец Божий. Символ и человека на распятии, и Ягненка зарежут, чтобы племя накормить. И так далее. И это были иудеи. Они ходили туда тайно. Они уверовали в то, что пришел их Мессия. И зовут его не Иисус Христос, а Иешуа. Иешуа только. Потому что если вы придете в иудеи, увидите детей играющих, скажите Иисус, то ни один из них не обернется. Скажите Иешуа. Тогда маленький Иешуа к вам повернется и улыбнется вам. И так далее. В общем, я им рассказываю. И так евреи были первыми христианами. Их ловить стали, потому что когда Константин узнал, что эти сволочи какого-то бога придумали, положили его в гроб и подняли, и прибивали гвоздями к какому-то кресту. В общем, совсем с ума сошел народ. От рук отбился. Так когда мы радуемся великим богам нашим, которые пируют, и вдруг такой ужас. Все боги, они такие веселые, влюбленные, влюбчивые. Детей рожают, полную богов рожают и так далее. Вот у них такие взаимоотношения. И тут вдруг эти евреи, опять головная боль. Опять они собираются, крадутся по опевой дороге. Сидят в этих катакомбах, холодных, страшных, темных, мрачных. Давайте их всех бить, крушить. Но нашлись некоторые люди, которые поговорили с Константином и сказали ему, что вот почитай, давай почитаем вместе. Там очень много важных вещей, ведь Рим идет к чертям весь. Весь Рим, у нас же варвары сплошные, убивают, нельзя ходить по нашему старому доброму Риму. Надо найти что-то, что объединяет всех. И стали ему показывать. Раб не больше господина. Посланник не больше пославшего. Посмотри. Богатый не пройдет в игольное ушко. То есть не пройдет в эту самую маленькую в Иерусалиме ворота. Самая маленькая. Легче богатому верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем и так далее, и так далее. Вам это все хорошо известно. И вот я им рассказываю, что евреи принесли христианство. То есть Иешуа Бен Иозов стал мессией для евреев. То есть он их выведет опять из ужаса, из кошмара, страшного кесаря очередного. От этого насилия все было хорошо, пока Константин не решился принять христианство. И когда он решился это сделать, они стали требовать, чтобы евреи, которым принадлежит христианство, чтобы они стали первосвященниками, чтобы они были гласотаями христианства, они показали комбинацию с трех пальцев. Мы поняли, что этот человек, который пришел, никакого отношения никак к каким богам не имеет. Он нас обманул. Он обманул нас. А Константин тогда стали на стадионе вместо гладиаторов, стали убивать евреев. Эти клетки с дикими зверями, которых не кормили неделями. И еврейские семьи. И на глазах у ревущей толпы евреев разрывали. Тут евреи окончательно поняли, какой Христос, какой Иешуа Бен Иозов. Кто? Кто? Он сказал же, что он пришел к своему народу, то есть к нам. Спасибо ему. А через две тысячи лет сегодня евреи должны сказать еще большее спасибо. Ты же пришел к своему народу, Иешуа. Что ж ты сделал со своим народом? Две тысячи лет уничтожений. Холокост. Мы никого не убивали. Это ложь, это клевета. Как в основе религии может быть рассказ о том, что евреи убили? Посмотри, мы тебе докажем на любом судебном процессе. Да соберите умных людей на земле. Распятьте. Шаббат. На Пасху. Вы с ума сошли. Если хотите, чтобы все евреи поднялись, распните кого-нибудь на Пасху. А тут вот через два дня будет, через три дня будет Пасха, и сын человеческий будет предан распятие. В устах еврея, в ушах еврея это звучит как полный идиотизм. Ну ладно, сколько же там всех глупостей невероятных, но это еще ладно. Есть куда более страшные вещи. В общем, понятно, что евреи недобровольно бросили Христа, они поняли, что их обманули, потому что Христос с самого начала стал символом их уничтожения, символом антисемитизма, символом тысячелетнего Холокоста, двухтысячелетнего Холокоста и так далее. Но меня больше волнует самый главный вот ваш ответ на вопрос, который я вам сейчас задам. Скажите, пожалуйста, Иуда предатель? Нет, просто деловой человек. А в чем смысл дела был? Заработать. Ой, от вас я не ожидал этого. Подождите, подождите. Вот теперь давайте разбираться. Это перед всеми верующим будем разбираться. Этот ролик размножим. Размножим этот ролик на миллионы читающих, слушающих. Послушайте. Зачем отец отправил сына на землю? Ну, вы знаете, что отца нет, сына нет и так далее. Я знаю, что вы хотите сказать. Эта концепция впервые, впервые ее озвучил Леонид Андреев в начале 20-го столетия. Потом она стала очень популярна благодаря Борхесу в 50-е и 60-е годы. Я знаю сейчас много православных. Вот отец Вячеслав Рубский, мы с ним делали такой же диалог именно по реабилитации Иуда. Но я историк, прежде всего. У меня есть первоисточник. И у меня презумпция невиновности первоисточника. Я могу твердо сказать одно. Евреи все разные. Я вырос, поскольку мама еврейка, семья еврейская, в основном русские предки в Казахстане жили. Вот, а отец сидел. Я вырос в еврейской семье, и дедушка, когда хотел поругаться со своей сестрой, они переходили на идиш. Вот, так что я знаю, что к чему. Вот. Я знаю, что евреи очень разные. Есть глупые евреи, есть умные евреи. Примаков тоже еврей. Но упаси нас Бог от таких евреев. Вот. Евреи просто разные. И есть евреи, способные предать. В конце концов, в Израиле тоже есть тюрьмы. И там сидят тоже евреи, которые совершили преступления, в том числе государственную измену. Как сидит тот израильтянин, который рассказал миру об атомном оружии Израиля. Ну и так это знали, а он привел доказательства. Значит, евреи может предать. Евреи не архангелы, не Карлсены. Хотя Карлсон, может быть, ясно-швейли такая. Шведская, чисто шведская. У нас премьер-министр был Ингвар Карлсон. Самая распространенная фамилия шведская Карлсон. Поэтому Карлсон на крыше. Но, подождите, дорогой мой Яков. Подождите, вы сейчас не о том говорите. Я не хочу говорить о том, что Юда предал, и он плохой еврей. Я об этом совершенно не хочу говорить. Я хочу говорить о том, что Юда главный, как вам сказать, главный организатор и вдохновитель того, что отец, отправляя сына на землю, потребовал. Отец сказал, что он отдает единоутробного сына на распятие за грехи человечества. И он отправляет сына на землю. Для чего? Для того, чтобы его распяли. Ну, разве не так, что для того, чтобы он ушел в Шамбалу или ушел куда-нибудь на Тибет? Да. Он бы ушел. Он бы ушел. Он же не знал, что папа так уж совсем, да? Но, с другой стороны, он же знал. Он же всем ученикам все время говорил. Сначала через три дня будет Пасха. Сын человеческий будет предан распятие. Потом он говорит уже на тайной вечере. Один из вас предаст меня. Не я, не я. Иуда тоже говорит, не я. Ты сказал. Христос перед всеми учениками говорит. Ты, тебе поручено. Ты сказал. Ты предашь меня. И так далее. Наконец, вопрос. Они сидят в доме Симона Прокаженного. Там Леонардо как бы изобразил тайную вечерю. И даже Сальвадор Дали. Это такой дом Симона Прокаженного на всю историю человечества. А домик был скромный в Иерусалиме, в старом городе. Так вот. Они сидят в доме Симона Прокаженного. Им тепло. Хорошо. Вино пьют. То бишь кровь. Понимаете. Едят тело Христа. Тело своего учителя. Такая красивая идея. Сумасшедшая. Да. Такое людоедство. Но не важно. Не важно. Важно другое. Все разговоры проходят там. И вдруг одна женщина, как вы помните, выделяется из толпы. Берет алавастровый сосуд, который так хорошо описал Пастернак. Пастернак ломает его и умощает Христа, здорового 33-летнего человека. Вот. Умощает его. И когда ученики ропщут, помните, да, чтобы можно было продать и деньги отдать нищим, то Христос говорит, зря смущаете женщину. Она доброе дело сделала для меня. Она уже подготовила меня к погребению. Вы не помните, мой дорогой Яков, какое следующее слово? Стоит оно переведенное и на русский язык тоже. И я спрашивал у греков, у специалистов в области арамейского устного языка. Я переговорил со всеми. Вот когда я сказал, она уже приготовила меня к погребению, есть одно слово перед тем, как Иуда побежал к первосвященникам. Знаете, как это слово звучит? Перечитайте, потом откроете, увидите, что я прав. И тогда Иуда пошел к первосвященникам. И тогда. То есть после того, как Христос сказал, он уже готов к погребению, он уже смазан, он уже соборован. Иуда, ты что, не понимаешь? А потом, помните это, ну, каноническое, что делаешь, делай скорее. В оригинале, знаете как? Что делаешь, делай немедленно, говорит Христос. Почему? Немедленно, нет времени, ночь истечет. Иуда тут же убегает. Что они делают после этого? После этого Иешуа, Иисус, говорит странную вещь ученикам. Так, а мы сейчас собираемся и идем в Гефсиманию. Ученики опять ничего не понимают. Только что они роптали, что женщина разбила драгоценнейший сосуд с маслами. А теперь еще выйти из теплого дома, где и Марфа, и Мария, и другая Мария, и мать Мария, и мать Зеведеевых, и так далее. И ученики ничего не понимают. Почему нужно уходить из теплого дома, спускаться вниз, перейти через поток кедрон, подняться наверх, мимо того места, где сейчас православный храм, наверх, 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 и пойти в холодный, продуваемый. Вы, когда будете в Израиле, вы, пожалуйста, в это время года сходите. Только что кругом была жара. В Тель-Авиве страшная жара была, в Иерусалиме тоже. Но только не на Елеонской горе, только не в Гефсиманском саду. Там вот такая роза ветров, холодный ветер. Понимаете, он их, своих бедных учеников, выгоняет из теплого дома и заводит туда. Куда приходит Иуда с этими самыми свойнами? В дом Симона Прокаженого? Нет. Он приходит в Гефсиманию? Как это так? Откуда он догадался? Он что? Чрево-обещатель? Он понял? Или Христос ему сказал, мы сейчас уходим в Гефсиманию? Вот ты беги, в Гефсиманию приведешь войска, смотри, не приводи их сюда. Почему? Потому что он не хочет, чтобы людей мирных пугали, будили. Ведь тут же начнется ужас какой-то. Поэтому Гефсиманский сад тихо, никого нет, свидетелей нет и все. Если бы они хотели его взять, они бы взяли его вчера, когда он спокойно проповедовал на площади. Или позавчера. Нет, они берут его сегодня, за три дня до Пасхи, специально, чтобы распять на Пасху. Но вы же понимаете, что означает распять на Пасху? Это же сумасшествие. Это то же самое, что Пеньковского казнить на Красной площади 7 ноября. Ну, их бы всех, кто придумал такое, их бы всех казнили до Пеньковского. А Пеньковский бы хохотал и показывал на них пальцем. Ну, вот скажите, как я, мыслящий человек, могу с этим смириться? С тем, что Иуда предали? Более того, я посмотрел еще одну удивительную лингвистическую вещь, которой почему-то никто не занимается. По-гречески те же самые полногласные и неполногласные сочетания. Парадуми и парадедуми. Одно предать, другое передать. Так вот, отец предал сына тем же греческим словом, каким Иуда предал Христа. То есть, передал, понимаете? Парадуми. Но этого тоже никто не хочет знать, что Иуда сделал то, что он должен был сделать. Он не мог этого не сделать. А вот он скажет, а вот отец, ты его прислал, а я не хочу. Я хочу с ним гулять, он хорошо зарабатывает деньги. Вот тут было бы здорово. У него вся касса была. Масса народу благодаря проповедям Христа приносили деньги. Вот где деньги. А не 30 серебряников, из-за которых он спокусился убить учителя. Кроме того, вы должны знать, в Израиле вам об этом тут же немедленно скажут, что они говорили на одном диалекте, Христос и Иуда, которого остальные ученики не понимали. Чем занимались ученики? Они все время спали. Ой, все, включилось, все. Что делали ученики? Они все время спали, помните? Он им даже говорит, ну перестаньте спать, ну идите, ну побудьте со мной хоть, вот, и так далее. Да нет, что, они все уже опухли от снов, спят уже. Они знают, что сын человеческий будет предан на распятие. Они знали, что Иуда убежал. Но даже еще интереснее, они же умственно неполноценные эти ученики. Смотрите, когда он убежал, Иуда, там стоит замечательный текст, я всегда удивляюсь. Но они подумали, что он пошел закупать еду к празднику. Они что, совсем ку-ку? Или они хоть немножко соображают? Или люди, которые собирали это все в одно и объявили, что это священное писание, немножко ку-ку? Или просто нельзя так относиться к древней литературе, к текстам никто не требовал точности. Даже Толстого не всегда требуют точности и ругают его за неверное освящение войны и мире 1812 года. Там все совсем не так было. Это теперь так, как хотелось бы сегодняшним правителям. А на самом деле это было поражение, в чем страшное поражение. И вообще это все было не то. И не случайно Наполеона ценят как одного из величайших людей мира, в отличие от Гитлера и в отличие, я надеюсь, от всех других Сталиных и всех прочих. Человечество проклянет их вообще самым страшным проклятием. Но это в случае, если Бог есть. Если Бог есть, я буду молиться и говорить, Бог, они к тебе пришли, разберись с ними всеми. Причем не только с Верховным. Разберись со всеми, кто народ смущает на телеэкране, врет сначала и до конца. С этими бабами страшными. Смотрите, что они сделали. Там же эта армянская пара специально, чтобы скомпрометировать армян. Тут Соловьев, да, еврей. Сто процентный еврей. Зачем? Чтобы скомпрометировать евреев. Потому что они не понимают. Они только что все мое детство, всю мою юность, антисемиты говорили, во всем виноваты евреи. Это они, русский народ, подмяли под себя. Это они совершили революцию. Это они все. Сегодня на глазах у них им по телевизору главный еврей Советского Союза говорит такую ахинею, унижая их всех. Я, например, говорю, что такое русофобия. Русофобия – это когда вы говорите, что во всем, во всех ваших бедах виновата Америка, виноват Европейский Союз. То есть это вы, значит, рассказываете, что русские настолько идиоты, они ходят такие тупые, бессмыслные. А американец сказал, хоп, американский еврей какой-нибудь в очках, да, сутулы, как всегда, потому что много писал, читал и так далее. О, давайте мы их сейчас так вот. Давайте теперь Россию на Украину. Да. А потом схватим их всех. Понимаете, кто такой тогда русский народ? Это же вот эти люди, которые так говорят. Они русофобы. А я патриот. Я говорю, нужно остановить войну, остановить убийство. Нельзя убивать ни русских, ни украинцев, никого. Нужно научиться жить в мире, что-то делать, да. Хоть как-то, насколько возможно. Так я, получается, русофоб. Я страшный. А тот, кто говорит, что во всем виноваты французы, он, оказывается, нормальный человек. Понимаете? Он настоящий патриот. Да они что, с ума сошли все. И вот мы живем сейчас в искаженном мире. И вот все это позволено. И почему? А потому что в нашем мире главный герой нашей христианской цивилизации, Христос и Иуда, не разобрались между собой, и нам не дали нормальной информации о том, как получилось распятие. Почему? Но ведь Христос же говорил, не волнуйтесь никто. Я и папа единое. Вот меня нужно убить, распять, чтобы я вернулся к отцу. Потому что если я не вернусь к отцу, если я не умру, я не вернусь к отцу. Я буду смертным здесь, потому что я наполовину в еврейскую маму свою. И она смертна. Она умрет. И вот не случайно успение Дева Марии кругом есть. Вот Христа достают из гроба, живым показывают все время. А бедная женщина умерла. Причем, судя по всему, достаточно молодой. Сколько ей было? 16 лет, да? Когда она родила Христа. Или 15 даже. Девочка совсем, да? И так далее. Ну вот скажите, ну вот как при всем этом можно жить на этом свете? И знать, почему евреи не религиозные, не христиане. Знать, почему юда не предатель. Знать, почему необходима была жертва, например. Знать, почему так велика жертва, если всем известно, что в третий день он воскреснет и станет Богом. Вот умирает дядюшка или родственник какой-то, все вокруг плачут. И вдруг родственник поднимает голову и говорит, не волнуйтесь, через три дня я вернусь. Так что здесь за подвиг, скажите мне? Если он сам знает, что он вернется. Ну как же. Я помню, у одного священника спросил, задал простой вопрос. Скажите, вот у меня такой вопрос к вам. В Новом Завете все правда? Правда. Четыре Евангелия, все правда? Правда. Тогда у меня вопрос. В одном Евангелии написано, что его разорвало на поле. Он купил землю за 30 серебряников, юда, пошел на свое поле, его там разорвало. В другом Евангелии написано, что он повесился. А в апоклифах даже дерево названо, как бы осина. Так вот у меня к вам вопрос. Он повесился на осине или его разорвало на собственном участке, который он купил? Кстати, за 30 серебряников можно купить только воды, воды, воды. И все, и больше ничего. И вот интересный момент. Знаете, что мне священник ответил? Ну, сначала он пошел и повесился. Но веревка не выдержала, судя по всему. Он упал, и тогда он пошел на ту землю, которую он купил за 30 серебряников. Но лучшего ответа получить нельзя. Знаете, он буквально соловьевский этот ответ, скобеевский ответ. Вот тот уровень, понимаете? Вот и так далее. Вот я так не могу. Мне становится просто плохо. Я живу на этой планете. Скоро мне уходить, никуда не едеться. И вам тоже, и мне. Но вы позже немножко. Вы помоложе меня. Вот я не могу. Я оставляю людей в полной лжи. Начиная от, извините, Святого Писания и кончая вот нынешним тем, что происходит. Они же оболганы, обмотаны, обмануты. У них в головах мекина. У них мозг не вращается уже от этих глупостей. Потому что А и В не соотносятся друг с другом. Они противоречат друг другу. Но противоречия они не видят. И я вижу тексты ваши, возвращаюсь, да, и понимаю. Как бы вы ни старались, Аркадьев поймет. Я пойму. Еще раз говорю, Юлия Пикалова замечательный современный поэт поймет. А остальные нет. Для них это просто вот такое. Они не поймут даже, почему субъект, где предикат, где подлежащее, где сказуемое. Почему вы написали здесь так, а здесь дальше в развитии это идет совершенно по-другому. Значит, оказывается, мысль развивается. А они развитие мысли не знают. И вот я все время на эту тему думаю. Вот теперь скажите, как можно верить? То есть, что нужно себе сказать для того, чтобы верить? Нет, верить совершенно нельзя. Но как-то происходит. Не мы выбираем верить или не верить, а вера прикатывает и все. Что до связи христианства и антисемитизма, она косвенная. Потому что, как известно, антисемитизм был до христианства. Антисемитизм есть там, где нет христианства. И если христианство исчезнет, а все идет к тому, что оно исчезнет хотя бы как распространенное какое-то явление, уже большинство людей в мире не христиане. Но антисемитизм от этого не исчезнет. Антисемитизм был и во времена Юлии Цезаря до Христа. Антисемитизм был и в Древнем Китае, куда евреи добрались тоже еще до Рождества Христова. Там уже появилась большая еврейская колония. Вот протоколы сионских мудрецов выдержали в Японии 40 изданий, хотя японец не может отличить шведа от еврея. Просто вот как мы не отличим южного японца от северного. Значит, причина совершенно не в христианстве. Иуда, значит, скажем так, во-первых, с этим полем, ну, дело даже не в этом. Если Бога нет, то какая разница, из-за чего он предал? Вот. Но в Евангелии Иисус ему говорит, когда он говорит, делай немедленно, он говорит, смысл очень простой. Ни тени из меня жилы. Сколько можно ждать? Вот. И он правильно сказал, что сын человеческий идет, как, собственно, Господь захотел. Вот. И он будет предан, но горе тому, кто предаст. Потому что там очередь была большая. 30 серебряников – это 30 серебряных тетродрахм. Тетродрахмы весили по 16 граммов серебра. В день у римского легионера той эпохи дневное жалование составляло примерно одну драхму. То есть это 30 тетродрахм – это 120 динариев. Это трехмесячный заработок римского солдата. Это, в общем, очень неплохие деньги. Это как трехмесячный заработок шведского майора. 6 тысяч долларов. Вот. Маленькая бородавочка, сказал Уда, а все же прибавочка. Про то, что не надо было тратить деньги на масло, а лучше было бы раздать нищим, начиная с Уды, сказал Иуда. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна. Повесился он, а потом уже на эти деньги купили тот участок земли, где его похоронили. Я в Иерусалине был. Участок этот, и вы, наверное, видели. Вот он рядом с долиной Генном, она же Гиенна. Это все детали. Если Бога нет, то это не имеет никакого абсолютно значения. Если Бог есть, а он есть, то вот вы сказали, я вам верю, что трудно богачу войти в царство Божие, как через игольное ушко. Вот. Поэтому в Швеции борются с богатством. Поэтому прогрессивный налог, чтобы богачу было легче проходить вместе с верблюдом через игольное ушко. Вот. Но принципиально вот что. Куда идет богач, неинтересно. Куда Бог идет? И люди злятся, что Бога нет в их жизни на уровне практического помощника. Бог помогает. И Иисус как помогает? Деньгами? Нет. Знаниями не помогает. Это мы сами можем. Он помогает тем, чем может помочь только Бог и Сын Божий. И он так и говорит. Он не просто воскрес, он же еще вознесся. Ну, что ему стоило жить рядом с нами? Оказывается, лучше пусть он уйдет, а ему на смену придет вдохновение. Вот. Вам что в музыке важнее? Дирижерская палочка, состав оркестра или вдохновение? Я полагаю, вдохновение. Дух Святой. Вот то, что оставляет Иисус. Ни деньги, ни знания. Он оставляет Духа. И мы живы. И лучше я буду с Духом, но без тридцати серебряников, чем с тридцатью серебряниками без Духа. Приходится выбирать. Вот. И мне больше нравится там Карлсон, потому что он может быть эгоист и лжец, но зато он вдохновенный лжец. И вдохновение, ложь пройдет, она детская, а вдохновенность останется. Вот чему учит Лингрен. Но я думаю, что шведы все-таки подсознательно-то понимают, что, во-первых, пепель длинный чулок ничуть не лучше и Карлсона. Вот. Пепель длинный чулок – это Карлсон женского рода. Вот и все. Тоже мне идеал женщины, пепель длинный чулок. Вот. Нет. Нет. Давайте так. Я готов признать, что Бога нет, только Карлсона не трогайте. Но вообще я подозреваю, что все-таки все наоборот. Бог есть, а Карлсона нет. Давайте попробуем построить храм Карлсона и будем ему молиться. Посмотрим. Может быть, будет лучше. Может, он со своим пропеллером мотором. Вы понимаете, все это время, я практически, когда началась война, я не спал три месяца. Я не знал, что такое возможно. Мне было тогда, да, уже 70 лет. 70 лет я не смог отпраздновать. Он должен был быть праздник с Гергиевым в Маринке. Потом должен был быть праздник в Москве в Большом Доме Музыки. Но все пришлось отменить. Это 70-летие. Я никуда не поехал, ничего не праздновал и так далее. Но я очень потерялся. Я к тому времени совершенно не спал. Я не спал три месяца вообще. То есть совсем я пытался представить себе. Потому что, когда пошли фотографии и изображения, там среди фотографий промелькнули дети, которые ко мне приезжали в Академию в Абрамцево. Милые, маленькие, хорошие дети. И в это же время все симоняны кричали, что мы ни одного гражданского человека не убили. И, понимаете, и у меня вот все это вместе собралось. Эти дети, которых я знал. Понимаете? Приезжала одна женщина беременная со своей мамой и мужем. Потому что она хотела, чтобы ее ребенок был на моей академии детской, да? Чтобы ребенок из животика все воспринимал. Так вот, когда отец пошел за пасхальным куличом в магазин в Одессе, да? Бомба попала туда и убила все три поколения. Махоньку и детоньку. А детонька уже научилась улыбаться. Такая махонька, она улыбалась. Ну, как вы думаете? Я не мог спать. Я ложился, я плакал. Я признаюсь, я рыдал. Я никогда в детстве так не плакал. Никогда я плакал каждую ночь. Я не мог засыпать. Я бегал, я вскакивал. Мы переселились из Стокгольма в свой дом в горах, в 240 километров от Стокгольма. И мы там делали. Там я написал четыре книги потом, когда меня врачи немножко привели в порядок. Четыре книги из семи, которые изданы, и из восьми, которые написаны. Я написал музыкальные антидепрессанты. И так далее. И закончил всю последнюю книгу, которую боюсь издавать, потому что она называется «Евгений Онегин. Роман. Иллюзия». То есть на меня так набросятся академисты все и все советские учительщи, но не все немыслящие, которые по учебнику излагают. Я знаю это. Но я правду написал. Я написал, наконец. То меня заставило это сделать, знаете кто? Невзоров. Да. То есть, да, да, да. Слушайте, почему? Я вам сейчас объясню. Когда есть такая передача у них была. Невзоров и Троицкий. Музыкальный критик. Называлась «Беседа циника с романтиком». Посмотрите для пользы дела. Я делаю такую рекламу сейчас ему опять. Я пытался добраться до Невзорова, но я до Невзорова не могу добраться. У меня нет такого ранга. Я добрался до Троицкого и написал ему, что Артемий, вы же сдались. Вы же уничтожили все, унизили. Вы действительно погубили все. Разве можно говорить то, что говорит Невзоров? У вас уже больше миллиона просмотров. У меня максимально один раз было два с половиной миллиона. Я не знал, куда деваться отчасти, но есть 300 тысяч просмотров. Есть миллионные просмотры. Но вот так он наговорил, что самое позорное – это Пушкин, прыщавая Татьяна, которая хочет спать, переспать с Пушкиным, с этим сам, с Онегиным. И Онегин, естественно, не педофил. У него полно здоровых деревенских девочек. Зачем ему эта прыщавая 13-летняя? Ну, тут я совсем остолбенел. Но это же самая низкая хохма интернета – 13-летняя. Потому что ссылаются на пушкинский текст, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Но никто же не видит другой фразы – дедовских времен. То есть он уходит в дедовские времена, далекие. И он говорит, что тогда не было этих предрассуждений и так далее. И так далее, и так далее. И вот, исходя из этого, когда Невзоров вдруг сказал, что это отвратительно, меня заставляли читать этого Онегина дурного в школе. И я никогда не прощу этого. Это так отвратительно, так ужасно. И я пишу в своей книге, что Невзоров прав. Я пишу книгу, чтобы сказать еще раз, что Невзоров прав. Но только. Это результат той школы, в которой его учили, и того учебника, в котором он учился. Конечно, согласно вот этому учебнику, и этой школы, и этой учительщины, все так и есть. Не нужно читать и учить Евгения Никола. Вот я и написал книгу, чтобы всем захотелось читать, захотелось учить, и главное, захотелось спорить. Я доказал многие вещи. Я не имею права сейчас публично рассказывать об этой книге, но это, может быть, самая скандальная книга, которая выйдет за все годы. Потому что, ну, для этого люди должны кое-что знать. Например, что все письмо Татьяны, это не ее письмо, а что это Двора Вальмор, писательница, которая влюбилась неудачно в одного актеришку, который ее бросил, она за ним гоняла и сходила с ума. Потом, во второй полонии жизни, она вышла замуж очень удачно за настоящего артиста. Она написала замечательные притчи на уровне маленького принца. Она стала выдающейся романтической писательницей, эта женщина. Но Пушкин из нее взял письмо и перевел его на русский язык. Ты вошел, я в миг узнала, закрепетала и так далее. То есть все это в ее элегии. Элегия Вальмор один к одному письмо Татьяны. То есть Пушкин передал Татьяне письмо. И так далее. То есть там много всего. Я пытаюсь объяснить, почему. Как Пушкин издевается над своими героями, например, как отчество Евгения Онегина, главного героя романа. Ребята, вы что, не знаете, как отчество Евгения Онегина? Нет, и не должны знать. Потому что все, что рассказано в романе про отца главного героя, давал три балла ежегодно и промотался наконец. Все. Больше ничего. А про маму вообще ни слова. Видимо, мамы не было. Он был рожден инкубаторским. Вот как у некоторых сейчас дети рождаются, искусственное оплодотворение. Вот так он, видимо, и рожден. Потому что отец только промотался за три балла ежегодно. Откуда он за свое образование? Когда не мог Ямба от Харея отличить, да? Его какой-то француз убогий учил. А почему? Кто такой убогий? Мсье Аббат. Его учил Аббат. Как? Целый Аббат? Французский Аббат? А все надо знать тогда, что от французской революции сбежали огромное количество французов, образованных и умных. Но для того, чтобы их приняли на работу, они где-то купили себе Аббатство. То есть они как бы Аббаты. И вот все, каждый второй француз был Аббат в это время. Но люди-то этого не знают. Этого нигде не написано. Даже пушкинисты знатные не рассказали. Но это правда. Мсье Аббат – это не имя. Это мсье Аббат. Француз убогий. Учил его всему шутя. Да, откуда же образование? В какой гимназии он учился? В каком пажеском корпусе? В каком университете? Про главного героя? А Ленский там же вообще позор. Слушайте, он приехал в деревню. Без малого 18 лет. А кем он был? С душой Готингенской. Поклонник канта и поэт. Я привожу в книжке фрагмент из канта. И скажу, если у вас не заболит голова, дочитайте этот кусочек. А если заболит, прекращайте читать. Вам кант нужно только одной фразой. Потому что есть две надости, да? И так далее. Вот, понимаете, кто и когда отправил Ленского учиться в Готинген? Туда ездили молодые люди России, 25 лет, 27, 28, 30. Учились только немецкой классической философией. И вдруг Ленский из деревни уехал. Сколько он там учился? Если приехал без малого 18 лет. Когда он стал поклонником канта? Откуда его поэзия? Когда он обручился с Ольгой? Ничего не понятно. Что, ему было три года? То есть там полный абсурд. Пушкин наплевал на своих четверых героев. И даже на Татьяну. Где Татьяна училась? На каком языке она говорила? На французском. Почему никто не читает? Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала. И изъяснялась с трудом на языке своем родном. Как? Русская девочка, русской душой, да? Опять начинаю спрашивать. Татьяна русской душой. Сочинение не писали? Писали. Я говорю, ну если писали, то где вы читали такое? У Пушкина, да? Вот доказательство того, что вы, гады Пушкина, не читали. Потому что там такого нет. Как нет? Начинают листать. Я говорю, не листайте. Я вам сейчас прочту, что там есть. Татьяна. Скобка открывается. Русская душою, сама не зная почему. Закрывается скобка. С ее холодную красою любила русскую зиму. Ребята, есть разница между Татьяной русской душою и Татьяна, которая русская душой, сама не зная почему. Есть. А почему она не знала, что она русская? Да потому что она не говорила по-русски. А язык – это душа человека. Русский язык – это значит русский ты. Как бы тебе там гады эти все расисты не написали. В советских паспортах писали. Национальность. Еврей. В библиотеку записываешься. Еврей. Какой еврей? Я ни слова не знаю ни на каком из этих языков. Ни идыш, ни иврит, ни религии не знаю. И так далее. Почему я еврей? Я говорю на русском языке. У меня русская жена. У меня русские дети. И по всем законам. Сыны и внуки. Ну, внуки уже шведские. Но все равно все в русской культуре воспитаны. Ну, что же вы издеваетесь-то надо мной и над всеми моими соплеменниками? Это же расизм чистейшей воды. Где вы выяснили, что я еврей? По форме черепа. Но это, извините, совсем другая национальность. Форму черепа выясняли совсем другие люди. И вы утверждаете, что вы демократическое социалистическое общество построили. Подчеркиваю, я сто тысяч раз писал, что я еврей. Всюду, понимаете, всюду на качелях покататься. И то квитанция написана национальность. Вдруг убрет еврей или не еврей. То есть, это я шучу уже, преувеличиваю, конечно. Но, понимаете, сейчас мне будет очень тяжело. Потому что я придерживаю последнюю книгу. Итак, я сидел в этой шведской деревне. У нас не было пандемии. У нас не было ничего. Ни одного раза я никакой маски не надевал. Понимаете, никогда. Вот эти два года я написал книги. Потом все, собираюсь ехать. Да. Я... Квартира в Петербурге, извините меня, в любимом месте. Вот я собираюсь ехать. И вдруг выясняется, что началось что-то такое, что в мозгах не умещается. Я не могу. Я не могу поехать. Это моя любимая страна. Я ее люблю, несмотря ни на что. Как бы я ни ругал, ни критиковал. Но я именно патриот. Потому что я никогда никому не позволил бы говорить о том, что во всех русских бедах виноват еврейский американец. Или какой-нибудь дядя из Франции. Это вы, русофобы. Вы ненавидите свой народ и говорите, что народ ничего не может. Он у вас тупой, как валенок. Разве это не так? Ну, логически же так. Но логики давно не признаем. С семнадцатого года. И сколько поколений не признаем. Вот так я мечусь, как в свои годы, когда нужно было успокоиться. Мечусь от безверия к вере, как это у вас в вашем цикле. Да? От безверия к вере. Ну, я тогда в заключение, потому что уже час прошу у слушателей ресурс внимания. Вы понимаете, вот все, что вы сказали про то, что русские нормальные, хорошие люди и сами отвечаем мы за свои грехи. И все это применительно к тому, с чего вы начали, что где Бог? Он участник или наблюдатель? Вот идея, что Бог виноват. Да нет, это означает не уважать человека. При чем тут Бог? Люди полноценные, сильные, умные. А то, что мы свою силу, полноценность тратим на зло, на убийство и на ненависть и на рознь, вот, и Бог должен как нянька в детсаду вмешиваться и разнимать, это означает не уважать человека. Все достоинство человека в том, что Бог не вмешивается как судья, вот, а Бог, ну, очень и очень аккуратно с нами общается. Бог – это слово, вот, и он звучит. Мы не все его слышим, и даже когда мы его слышим, мы слышим очень и очень слабенько, вот, но другого способа решить наши проблемы у Бога нет, кроме слова. И это показывает, что и у нас, у людей никакого другого способа решать наши проблемы. Война, бедность, классовое расслоение, национальное противостояние единственно словом. Поэтому меня не смущает, что меня мало кто читает, потому что, ну, мало. Но вы понимаете, вот вы говорите, вот, Бога нет, церковь плохая, и у вас 300 тысяч. Я говорю, Бог есть, церковь, ну, что делать? И у меня 6 тысяч подписчиков, а у Невзорова 2 миллиона, потому что он говорит, Бога нет, и попы все сволочи. Если бы он матерился, ну, было бы 30 миллионов подписчиков. Но это же количество, а не качество. Вот, поэтому я лучше буду говорить правду и быть немножко подписчиков и слушателей. Но зато те, кто меня слушают и принимают вот такое мироощущение. Вы знаете, мы как, как бы это сказать, наверное, как бурлаки. То есть там на барже танцы-шманцы пуляют и торгуют, но баржа движется, потому что мы ее тащим. Ну, конечно, мы бурлаки такие, а самое главное-то Бог это все тащит. И он что-то шепчет, он что-то говорит, и вам шепчет, и вам говорит. К музыкантам у меня вообще благоговейные отношения, потому что, во-первых, потому что у меня слуха нет. Вот, а во-вторых, потому что если человек способен извлечь эти звуки, а если музыкант еще и пишет, как вы и Аркадьев, так это вообще, значит, ружье двустволка. Вот, но я думаю, что вы вот пришли к вере, потом понюхали и отошли. Но вы же не гоголевская крыса, которая пришла, как известно, понюхала что-то на столе у заседателей и ушла. Вот, человеку свойственно возвращаться, как с блудным сыном. Отошли, понюхали, как там живется в Хайфе и в Яфе. Вот, а потом все равно должны вернуться, потому что другого пути к человечности, кроме как возвращения к тому, кто нам дал человечность, я не вижу. Я никуда не уезжал, мне не надо никуда возвращаться. У меня все мои любимые книги, и скульптура Мандельштама, и медьки, которые мне подарили, я же лауреат премии этого самого, я лауреат царско-сельской премии за выдающийся вклад в историю искусства и все прочее. Мне ее вручили три года назад. У меня там стоит Мандельштам, мне предложили три варианта. И Екатерина Великая, Ахматова Анна Андреевна и Мандельштам. Кого вам сделать, кого из трех? Я сказал Мандельштама. Говорит, почему? Я говорю, потому что царей я, ну, по определению, не люблю. Какими бы они ни были умными, глупыми, царей я не признаю. Не хочу царя от дома. Вот, что касается Анны Андреевны, которую я бесконечно люблю, и с которой меня все-таки судьба на некоторое, на короткое время свела даже, да, и что касается Анны Андреевны, то она умерла своей смертью. Своей, не мученической, своей. Она умерла. Что? Что она умерла своей смертью, как бы, разве есть другие? Она своей, в отличие от Мандельштама. А, между прочим, вот вам посчастливилась Анна Андреевна, у нас в приходе, в приходе отца Александра, меня, вот, была прихожанкой регулярно, причем и появлялась, Надежда Яковлевна Мандельштам. Мандельштам. Да, и чай пил, вот, и в метро езживал, она была совершенно такая балерина по Конституции и Фаина Раневская по саркастичности. Вот, то есть это показывает, что, ну, в общем, вера, она не обязательно подразумевает какую-нибудь набожную, сморщенную ханжевскую старушку, потому что Надежда Яковлевна в такие старушки решительно не годилась. Значит, Бог шире, чем наши к Нему пожелания. Шире. Это у Достоевского кто-то говорил, что широк русский человек я бы сузил, но на самом деле большинство людей хотят сузить Бога до роли Организации Объединенных Наций, до роли Валютного Фонда. Это, в общем, не учите меня жить, лучше помогите материально. Где мои третий церебрников? Вот. Ну, поэтому атеистам быть нормально. То, что я стал верующим, это патология, это ненормально. Ну, я очень признателен за то, что Бог решился, вот, коснулся. Вот. Спасибо огромное. Я узнал массу нового. Спасибо вам. Спасибо вам.